Разобраться в причинах, толкающих незавершеннолетних на преступления, уберечь школьников от необдуманных поступков. Эту проблему обсудили на совместном заседании участники городского совета по профилактике правонарушений и антинаркотической комиссии. Зачастую подростки попадают в поле зрения правоохранительных органов из-за пагубного влияния друзей, недосмотра взрослых и большого количества свободного времени. Что касается правонарушений, то у нас на 2019 год незначительное снижение при общем росте числа хищений практически в два раза, хищений чужого имущества, у нас в два раза упало причинение телесных повреждений и употребление алкоголя. То есть, да, на сегодняшний момент, то есть у нас здесь с кражами достаточно серьезная проблема. Участники заседания обсудили вопросы занятости подростков во внешкольное время. Также на совещании поднималась проблема трудоустройства ранее судимых граждан. Во взаимодействии с субъектами профилактики, с территориальными советами общественности, лица ранее судимые, ранее совершавшие преступления, посещались по месту жительства, где проводились профилактические беседы, в том числе о побуждениях их к трудоустройству. К сожалению, большая часть лиц, которые у нас ранее судимые, ранее совершавшие, либо не желают сами трудоустраиваться, либо по тем местам, которые им предлагают, они считают для себя слишком маленькие зарплатные платы. Кроме того, участники заседания обсудили необходимость более активного привлечения молодежи в штаб народной дружины. Сейчас в ее состав входит 34 зареченца, причем большинство из них старше среднего возраста. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».